МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тебя ищу, тебя забуду По ресторанам, по ресторанам, По ресторанам, по ресторанам, Тебя найду и потеряю По ресторанам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тусклый свет в глазах мерцает, Официант бокалу доливает, Грустный саксофон доску нагоняет, И твой образ вновь напоминает. Тебя ищу, ты на плену, Ты на плену в угаре пьянам, Жизнь моя пошла по ресторанам, На столе коньяк мне сердце греет, Но мечты мои огни развеет, Ты по ресторанам. Привет, привет, привет. По ресторанам, да-да-да. Это, знаете, мне песня напоминает? Тогда у нас женщины 40 плюс перебухают, И они начинают орать эту песню, А-а-а, подпевать, а-а-а. Я поэтому, знаете, я не люблю рестораны, Где есть вот живая музыка. Потому что всегда живая музыка Заканчивается подпеванием, Завуванием и всего остального. Всем огромнейший привет, ребят. Всем огромнейший привет. Мир, добро, любовь и свет. Сегодня 27 февраля. 27 февраля. Сегодня за бортом плюс 6,5 градусов. Вчера так ярко светило солнышко, Прям реально летело, светило по лицу. Наступила уже, можно сказать, весна вчера в Сочи. Поэтому, блин, я вчера пытался для вас Несколько раз заснять комментарии к минусам Сочи. Но камера у меня разряжалась. Камера, точнее, не разряжалась, Она у меня перегревалась. И все. Поэтому не получилось, не фортануло, не повезло. Поэтому будем пробовать сегодня. Вчера у меня был прокат, Поэтому вчера я для вас ничего особо не поснимал. Скажу честно, говорю, как есть. Но все. Вот сегодня начнем с вами, не знаю. Сегодня, наверное, у меня вроде более-менее свободно. Покажу. Да, кстати, первый сразу комментарий. Многие из вас пишут в комментариях По поводу того, что я сейчас выложил квартиру В 115 квадратных метров, С гаражом там на 45 квадратных метров, С ремонтом, с техникой, с мебелью. Да, там нужно там под себя кое-что переделать. Это хорошая площадь, на ровной поверхности. Там меньше, чем 400 метров до моря. Этот дом я показывал в обзоре про Мамайку. Дом законный, сдавался в частности администрации. Проходит ипотека, но не всех банков. Там, соответственно, у нас получается Третий этаж. Первый этаж, это у нас тот самый цоколь. Потом получается Первый этаж, потом второй. Ну, получается по факту третий этаж. Внутри подъезд, ну, такой вот обычный. И вот за 17 миллионов рублей. Соответственно, многие из вас написали, Что действительно предложение хорошее, классное. Но я понимаю, что даже 17 миллионов рублей Не у каждого из вас есть. Поэтому, скорее всего, Эту квартиру, вот сегодня я поеду показывать Кстати, ключи у меня, да, Как бы все это у меня. Сегодня я поеду показывать Своим друзьям, инвесторам, Которые хотят купить квартиру, Подделать немножко ремонт, Там вложить миллион-два. И уже продавать уже Готовый классный продукт. Ну, и, конечно же, на этом все хотят заработать. Заработать как минимум на этой квартире Можно заработать 50%. Потому что квартира, по сути, В три раза ниже рынка. В три раза. Но, опять же, повторюсь, Такие предложения, Вот вы просите предложения ниже рынка. Очень много комментариев, Притом хороших написали комментариев. За это слово спасибо. Но вы никак в жизни не сможете Это предложение себе, так скажем, Урвать. По одной простой причине. Потому что у вас целая куча будет сомнений, Как вы пишете в комментариях. А в чем подвох? Хотя, ну, всем пишу, говорю, ради бога. Давайте, пишите в WhatsApp. Я вам пришлю всю информацию. Все выписки пришло. Все, что нужно, все пришлю. Но, по факту, что у нас получится? По факту у нас ничего не получится. Потому что, Потому что люди не готовы Никогда в жизни покупать Предложения горячие, Которые по цене ниже рынка. То же самое, что и с домом. Недавно показывал дом за 35 миллионов рублей, Который реально должен стоить Минимум 70 миллионов рублей. Минимум 70 должен стоить. Но его не купят за 35. Его только кто-нибудь выкупит за 35. Кто-нибудь из инвесторов. И когда поставят цену в 50 миллионов рублей, Тогда на него найдется покупатель. Понимаете? Потому что люди не готовы Покупать себе Ничего такого По цене ниже рынка. Потому что вроде все хотят ниже рынка, Но когда ниже рынка появляется, У тебя целая куча вопросов возникает. А почему? А почему так? А почему это? И так далее. В Сочи сейчас не так много горячих приложений. Сразу говорю. Но они появляются. Но обычно, говорю, До простого обычного покупателя, Которого хочется экономить, На него не доходит. Потому что у него очень много вопросов возникает. То же самое с участком. У меня, знаете, По этому участку, Который 5 соток за 6 миллионов рублей, Миллион 200 за сотку, У меня обдолбили, Знаете кто? Меня обдолбили в первую очередь Эти, как его, риелторы. Они говорят, Макс, ну как так? Посмотри, говорит. Мы смотрим, говорит, по кадастру. Здесь рядышком участок, да, Продается. С правой стороны. Там такой склон. И он стоит 13 миллионов рублей. А вот ты, говорит, Продаешь участок за 6 миллионов рублей. В чем подвох? Да еще и с разрешением на строительство, Да еще и с газом проплоченным, Да еще и с электричеством, Да еще и с водой. И понимаете, все вот. И в итоге что у нас? Кто-нибудь из тех же самых риелторов, Скорее всего, купит, А потом вам будет перепродавать. Потому что участок как минимум в два раза ниже рынка. Даже если рядышком все посмотреть, Асфальтированный хороший подъезд, Все коммуникации. Ну, как бы за 6 миллионов, 5 соток, Это реально огонь. И тем более, Он такой, знаете, Правильная форма. Что значит правильная форма? У него получается, Он квадратный. Он получается у нас 25 на 20. Понимаете? Ну, действительно, Как бы хороший, Классный, Не вытянута ничего. Идеальный, Квадратный участок. Идеальный. Лучше не придумаешь. Но, Есть вопросы. Даже? Даже. Ладно, Идем с вами дальше. По ресторанам, По ресторанам, По ресторанам. Ненавижу такие песни. Я вам, Я вам, Честное слово говорю, Клянусь им. Я уже ненавижу Эту блатную романтику, Блатной шансон, Эту завывание, Эту, Не люблю эти песни С кавказским этим мотивами. А я сам, Лизгинки, Ничего такого не люблю. А рэпчик, Наше, Все. Вот рэпчик, Да. Или еще что-нибудь. Вот этот мне нравится. Все остальное, Мне нифига не нравится. Я вам серьезно говорю. Прям, Не могу, Прям, Не нравится мне это ничего. Ну, Как бы, Что не сделаешь ради Своих любимых телезрителей. Я знаю, Что вам такое завывание нравится. Особенно я знаю, Что у меня, Как-то, Женщины смотрят 40+, Особенно те женщины, Которые любят Прям забухать жестко. А когда ты забухаешь жестко, Там можно подвывать. Ты же не сможешь подвывать, Там, Не знаю, Гуфы, Да, Там читать. А здесь ты можешь по ресторанам, Напилась, А я пьяна. Вот так вот. В Краснодаре Начался ремонт дороги На улице Артамбекова. Я не понял, На этой новости в Сочи, Что у нас такое случилось? Не понял. Что, Уже все? В Сочи уже нечем похвастаться, Что ремонтируют дороги, Уже начали про Краснодар? Ладно, Не будем. На развитие ЖКХ В Краснодарском крае Направят 46,2 миллиарда рублей. Вот это да. Бронирование туров в Анапу Выросло почти на 50%. Ну, Как 50%? То там никто не бронировал, Те он стали бронировать. Понимаете? Проценты плохо. Надо посмотреть В численном соотношении. В численном соотношении, Блин, Это уже другое. В Краснодарском крае Приняли закон О семеноводстве. Не о семеноводстве, А вот семена теперь. Что-то с семенами у нас не то. Кстати, Гостиничный комплекс Нескучный сад Ой, Нескучный сад В финале конкурса ТОП ЖКХ 20-24 Ну, там написано Сделано на правах рекламы. Если кто-то хочет купить себе ТОПовый жилой комплекс В окружении трущоб. Обращаемся ко мне, Ребят. Семьдесят пятьдесят тысяч рублей за квадратный метр. И вот вам Нескучный сад. Понимаете? Нескучная цена И Нескучный сад. Обращаемся. Помогите Сделать мне То есть Сделайте меня Немножечко богаче. Понимаете? А то я продаю Всякую там Шелупень Ну, недорогую. Понимаете? А здесь взял лучше И продал Нескучный сад. Правильно же? Правильно. И все С космической ценой. Ну, что-то Давайте Нескучный сад. Ну-ка, давайте проверим меня. О! Минимальная стоимость квартиры Точнее апартамента 16 миллионов рублей. Давайте посмотрим, да? К примеру Сорок три квадратных метра Стоит Тридцать один миллион рублей На третьем этаже. О! Тридцать три квадратных метра Стоит Двадцать шесть миллионов рублей Ну, да ладно Тридцать два миллиона рублей На втором этаже С видом В опорную стену Стоит У нас Двадцать пять миллионов рублей Вот так вот Понимаете? Как вы думаете Если человек Ко мне обратится Скажет Макс, вот хочу купить Нескучный сзад Вот, например Хочу купить Тридцать два квадратных метра Как за двадцать четыре миллиона рублей Что я им продам? Правильно Я им продам Сто пятнадцать квадратных метров На Мамайке Это раз Вместе с гаражом Это два Ближе будет от моря Чем там В коротном городке Это три И человек мне еще скажет спасибо Еще и будет с ремонтом А здесь вся чернуха Поэтому, когда я говорю Что я продаю вам Квартиру по цене В три-четыре раза ниже рынка Ну, я вас не обманываю Короче, ребят Покупаем сегодня Скучный сад Ну-ка, дай я тебе Посмотрю мотивацию Самое главное Мотивация Нифига себе Нифига себе Вот это да Нифига себе Слушайте Короче, поехали Сегодня в нескучный сад Короче, поеду Я сегодня сниму Обзор по нескучному саду Потому что Вы, ребят Извините Слушайте, классно А я думаю Чего там все Риелторы бегают А там прям хорошо Не знаю, что для вас Ну, для клиентов Не знаю, там хорошо будет Или плохо Когда вы сможете Свои деньги отбить Но С продажи Этих апартаментов Я, как риелтор Я В обиде Ни на кого не останусь Потому что там реально Круто, ребят Серьезно говорю Там реально круто Ладно Пойдем с вами дальше Не, надо сегодня съездить Ну, а что Я просто не знаю Какие там аргументы сказать Какие плюсы Да, какие плюсы там Все Покупаете квартиры С видом на море Будет Также вам в подарок Шум от дороги По акции Особенность Данного апартаментов Комплекса в том Что хрен Пройдешь на море Ну, ничего страшного Может быть Трансфер Который будет Возить вас На нормальный пляж Квартиры по цене 7500 тысяч рублей Сочинского государственного университета Ну, да ладно Турки Да, не придурки Они пересмотрели у нас сериал Который называется Великолепный век И думают Все Думают Надо поднимать экономику А как поднимать экономику В стране, где бешеная инфляция И тому подобное Думают, что делать? Что делать? Говорят Как будем делать? Ну, и короче Говорят Так, мол, так Все, говорит Мы теперь не хотим Не хотим жить со статусом Недорогого, хорошего отдыха Про это я говорил Буквально там Три месяца назад Мы, говорит Теперь будем Мы теперь будем Супер-мега-нагибаторы Мы теперь будем Дорого Мы не хотим возить Это быдло С Российской Федерации Которая там Не понятно, как себя ведет Мы не хотим быть Быдло Это, быдло отдыхом Такое было Я вам серьезно Можете загуглить, посмотреть Короче, говорит Мы, говорит Цены поднимаем Все резко В два раза Да, какой два раза Говорят, в пять раз Лучше поднимем И все Ну, и, соответственно Это все взяли Растиражили А Россияне, они что говорят Блин Вы, конечно, турки Извините Турки-придурки Но вы не даете Вот за эти деньги Даже, которые вот сейчас Да Потому что последний раз Я отдыхал Но в Турции Отдых нифига не дешевый В Турцию Отдых вот уже Действительно Более-менее нормальный Сносный отель в Турции Это пятьсот тысяч У меня, например, друзья На три дня ездили в Турцию На три дня ездили в Турцию На Новый год У них, знаете, сколько ушло? Лепеха на троих Миллион на троих За три дня Миллион, понимаете? Да это Новый год Это Новый год, поэтому так дорого Ну согласен Согласен Но опять же, да Если мы с вами сейчас Берем Турцию И смотрим Вот Ну Нифига не дешевое предложение Я вам еще раз говорю Я хотел опять Подогнать Подарок Папе Там, не знаю Там сестре Хотела там Чтобы маму все-таки Хотела отправить в Турцию Всех И что вы думаете? Нифига не получается Там Уже, например Вот если брать Например Два ребенка Как минимум Два взрослых Более-менее сносный отель Более-менее Не ту порнуху В которой вы привыкли отдыхать А более-менее сносный Да Например Там Алладона Да Например Аиша К примеру Ксенаду Ну что-нибудь такое Да Как бы Ну такое Обычно Это не топ Это там Не Макс Ай Рояль Да Ну просто тот отель В котором можно было Хотя бы Ну как бы Более-менее Слушайте Ну миллион рублей За неделю Миллион рублей С вылетом из Сочи Миллион надо Приготовить Взять И выкинуть Понимаете Миллион 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 Аллых роз Кстати В круиз я не еду Поэтому вы меня Не потеряете В круиз я не еду Потому что Мы с женой Не прошли Фейс-контроль Там еще оказывается Чтобы поехать Поехали Пойти Блин Корабли что у нас Ходят Мне написали Да Ходят Не плавают Ходят корабли Короче Там нужно еще Пройти Фейс-контроль Я соответственно Взял Пришел с женой Соответственно Хотели взять Ту самую 14 дней До Александрии За 200 тысяч рублей 200 тысяч И по итогу Что Там пришли Нужно показать Лицо Все Сказали что У нас не те лица Вот так вот Не те лица Это раз А во вторых Там нужно было сдать тест Тест нужно было сдать Как бы Такой вот Ну там вопросы задавали По Каиру По Александрии И вот как бы Тебе задавали эти вопросы Ты проходил тест И короче Мы не ответили на эти вопросы Потому что в Александрии мы не были Ни разу в Каире мы не были И все И нам сказали Ребят Вот такой По такой акционной цене 200 тысяч рублей За двоих Да В каюте С окном В коридор Я серьезно говорю Нести быть Вы конечно извините Говорят Вы пока Не достойны Дайте возможность Другим Потому что Вы Нубяр Вы ничего не знаете Да Вы не знаете В каком году Воевал у нас Египет Против Турции Вы не знаете Там в каком году У нас Вот эти Появились Самые Пирамиды Хеопса Вы не знаете Почему Каир Например Считается одним Из самых грязных Городом На планете Почему Мы не могли Ответить на эти вопросы И все Поэтому 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 Было решено Раз они Не хотят Нас встречать Значит Мы короче Скорее всего Женой В Дубайск Только не в Дубайск Там где-то Фуджейра Хотим Фуджейра Ну просто Знаете Мы в Дубае Были В Абу-Даби Были Там как бы Еще там где-то были Хотим мы уже Знаете Отдыхать не в одних Тех же локациях Хотим немножко В других локациях Поддыхать Пускай там Фуджейра Пускай там далеко Будет от Дубая Там пускай там Ну хочется Знаете Хочется посмотреть Вот не только Вот этот Да В Дубае Там Марина Хочется посмотреть Другое Разнообразие Хочется разнообразие Да там Вот поэтому Мы сейчас К этому Сейчас и Идем Стремимся к этому Поэтому вот Посмотрим Что из этого получится Вот как бы так А с Турцией Понятно Говорим Турция у нас Заявила Они говорят Все Теперь мы не будем Ассоциироваться С дешевым отдыхом С дешевым отдыхом Он видите Бедно На автобусе Едет У нас Не будем Тебя Ассоциироваться С дешевым отдыхом Теперь Говорит Мы будем Ассоциироваться С дорогим отдыхом И заметили Да Все это Как бы Не хочу Все водители Которые нарушают На гражданских Автомобилях Все армяне А А знаете Почему Потому что Их вырвут Потому что Это Филиал Филиал Серьезно Вы заметили Ладно Едем с вами дальше Короче Турция У нас просила По бронеру Почему Цены Кто бы что не говорил Но в Сочи Отдохнуть Гораздо дешевле Даже дочка Недавно смотрела Она хотела С подружкой Полететь В Турцию Бронеру Говорит Папа Мы лучше В Сочи Пролетим Ну реально Дорого Это слова Дочери Это не мои слова Я в любом случае Поеду В Турцию Не знаю В этом году Поеду Или не поеду Но то что Турция стоит Дороже Чем например Те же самые Шри-Ланка И так далее Это факт Подкупает Единственное Что в Турции То что Лететь В Сочи Всего лишь Час сорок Вот это подкупает Ну знаете Раз и все Быстрее Чем до Москвы Не знаю Быстрее чем до Москвы Ты взял Добрался Вот это подкупает Все остальное Шляпа Да Кстати Вы знаете Что мы вчера С моей женой Я сейчас ходил на тренировку Да Делал вчера Плечи И спину Кстати Знаете Я вчера На плечи Уже поставил Своебразный Рекорд Я уже вчера Работал на плечи Со штангой И уже Я вчера Работал С весом Знаете сколько Сорок килограмм Обычно работал С тридцатью килограммами А это вчера Сорок килограмм Брал Короче Гриф И две десятки Ну сколько Сорок уже получается Сюда сорок Сорок килограмм Я уже там Раз-два 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 Красавчик Красавчик Вот Все прям Кстати Знаете самое интересное Когда я занимаюсь тренером У меня часы показывают Что я короче Жег Четыреста килокалорий Ну четыреста Четыреста Двадцать Триста семьдесят Такое Когда я занимаюсь тренером А когда я занимаюсь Без тренера У меня всегда стабильно Пятьсот шестьдесят Пятьсот восемьдесят Почему так происходит Ну наверное Себя больше нагружаю И все равно Ну все Он сейчас чередует Там то с тренером занимается То без тренера Он как бы так Короче Мне вчера Я пришел Домой Говорю Жене Говорю Жена Говорю Пошли Говорю Прогуляемся Ну что Говорю Мы с тобой Даже толком не видимся Пошли гулять Пошли Говорю Мы короче Пошли прогуляться Дошли до ресторана Там где Как бы Ну короче Дошли до ресторана Не знаю как он называется У них все такие Дельмары Все остальное Вчера поели Ну я могу сказать так Было вкусно На двоих ушло На еду С чаевыми Десять тысяч рублей Сразу говорю Как есть Десять тысяч Поели Салат И поели Мясо С овощами И вроде бы так Все нормально Съедобно было Там чаек попили Ну Ну что я Что она Мы всю ночь Как бы Ну не очень хорошо Прям тяжесть была В животе Ну не знаю Может быть Пережрали Может еще что-нибудь Не знаю короче Переели наверное Да Ну в общем Не комфортно было В целом Как бы Ресторанчик понравился Здесь он находится Ну ресторан Такой вот Интересный Действительно Интересный Все Но Если например Стоял бы Перед выбором Вот в этот ресторан Или пойти В Чо Харчо Например Которая набережная В Чо Харчо Все равно Кухня поинтереснее Обслуживание Там и там Хорошее Но Чо Харчо Выиграет Мы просто поставили цель С женой Ходить в разные рестораны И я буду Про каждый ресторан Давать свою Вам субъективную Оценку Потому что На объективность Я не претендую Ребенок Чудом Выжил при падении Авто С обрыва Сочи Нифига себе Представляете себе Ребенок выпал 42-летний водитель Погиб Пассажир Автомобиль Хонда Прокинулся В кюве Это сообщает Какая-то шляпа Там происходит Страшная Ну Ребенок Чудом Зацепился За балкон На утро Это чудо Опухло И мешало ходить В Сочи Осудили мужчину За Развращение Девочек Подростков У нас бывает Не только извращенцы Женщины Да Но у нас есть 48-летний мужчина Совершал Сексуальное Действие В отношении 15-летней сестры Своей Бывшей Сожительницы Нифига Гребаные Конченые Извращенцы Не Таким Надо сразу Письку Отрубать Я Как бы Не знаю Как представлю Что кто-то мог Моей дочери Представать Да все Не знаю Убил бы Ну серьезно Поэтому Не знаю У нас Мне кажется Слишком Мягкие Меры Наказания Из-за Вот эти все Моменты Ну не знаю Как вам Поэтому Просто Все Домогаешься Отрезали Выкинули Все Собаки Скормили Все В Сочи В фестивале ГТО Поучаствовало 200 человек В Сочи Готов в труду и оборону 200 человек Это очень мало Должно участвовать Как минимум 2000 Ну да ладно 200 так 200 Потому что Если 800 тысяч Живет в Сочи А поучаствовал 200 человек Это не то Что капля в море Это пол капельки В море ФАС Всерьез Занинтересовался Деятельностью Яндекс.Такси Короче ФАС Во первых Говорит Ребят С какого перепуга Говорит У вас Говорит Меняется Постоянно Цена То у вас Цены непонятно Какие На вас Жалуются Водители Да Там за бесплату То у вас Цены просто Фантастические На вас Жалуются Клиенты Например Пошел дождик В Сочи И все И цены Поменялись В 10 раз Хорошая классная погода И водители Должны возить Бесплатно К примеру Это первое Второе Говорит Блин Жалобы есть 300 жалоб Ну ребят Вот Знаете 300 жалоб В Яндекс.Такси 300 жалоб Это Это Реально Пол капельки В море Если Яндекс.Такси Сейчас просто Монополист По перевозкам 300 жалоб 300 жалоб Это Это Просто Капля В море Я вам серьезно говорю Вот смотрите Если бы Например У меня Например У меня Было бы 300 жалоб На меня В моей Сфере Деятельности К примеру 300 жалоб 300 продал Проблемных объектов Всяким разным людям И так далее И так далее И За мной бы Заинтересовались Это бы Реально Было бы Потому что Смотрите У меня Всего Получается Прошло Сделок Да Сейчас Всего у меня Сделок 600 Там 670 Если не ошибаюсь И например 300 из них С жалобами То Действительно Как бы Это Как бы То На что Стоит Обратить Внимание Если Например Из 670 Сделок Например Например Две Жалобы Или Три Жалобы Но бывает Даже По теории Вероятности Кому-то Что-то Не устроит Такое Тоже Бывает Понимаете Потому что Я же Человек Такой Простой Такой Как и вы Если Например Мне человек Например Плюнул в рожу Да Я сразу Драться Влезу Если Например Меня Нечаянно Задели Там По Левой Щеке Я С ноги Ударю Ну Сами Понимаете Если Кто-то Там Что-то Попробовал Меня Оскорбить Я Клиент Всегда Прав Потому что Все Клиент Всегда Прав Знаете У нас Когда был Чичеваркин И у нас Вот Была Книга Книга Называется Книга Продавца И там Была Хорошая Цитата Именно Чичеваркина И Чичеваркин Говорил так Клиент Клиент Всегда Прав Ну Так Да Весь Своюражение Но Было так Клиент Не Всегда Прав Но Имеет Быть Правым И Это Его Дело Как бы То Что Клиент Всегда Прав Нифига Вы Сами Понимаете Что Обычно Приходит Например Магазин Недавно Наблюдал Вам Видео Она Там Нифига Себе Ты Красавчик Перед Глазами Гаищниками Барабан И Там Начинает Там И грубить И все И Сказать Что Это Клиент Всегда Прав Да Нет В этой Ситуации Даже Просто Чисто По Человечески Как Общается Уже Не Прав Понимаете Уже Не Прав Поэтому Клиент Прав Далеко Не Всегда Но Имеет На это Полное Право Ничего Ничего Плохого Нет Поэтому Вот Так Мы С Также Конечно Фаз Заинтересовались С какого Перепуга Яндекс Агрегатор Берет Себе Там 28 29 30 Процентов С какого Перепуга Ну Потому что Есть Такса Которая Средняя Это должно Быть Не больше Чем 15 Процентов А так Получается Поездка К примеру Стоит С аэропорта Например В остров Мечты Стоит Тысячу Рублей Из Этой Тысячи Рублей Соответственно Себе Зарабатывает У нас 700 Рублей Только Водитель Опять же Ему нужно Потрать еще Как бы На ГСМ Нужно Там Если Ты еще Водитель В комфорте Там Водичку Тебе Там 60 Рублей Там Нужно Еще И так Далее И получается Какая-то Задница Ну Серьезно И вот Теперь Хотят Посмотреть Вот В этом Отношении Я Согласен Например Что Ну Как бы Яндекс Агрегатор Слишком Много Берет С Таксистов Ну Как бы Ну Это Ненормально Мы Когда Работали Вот Например Такси Гост У нас Было 15% 15% Это С Видимостью Конечного Адреса А Без Видимости Конечного Адреса У нас Было 12% Ну Потому Знаете Как Конечный Адрес Видит У нас Водитель Становится Избиратель Туда Поедут Они Поедут Только Возьму Только Не Возьму И все Поэтому Посмотрим Что Из Этого Получится Но Я думаю Ничего Не Поможет Ничего Не Поможет Ну Это В моем Понимании Во всяком Случа Это Так Это Так Это Так Это Так Это Так Это Так В Сочинском Селе Легковушка Слетела В Ливневку Это Кстати Уже Третья Машина За Прошедшие Пять Дней Которая В Ливневку У нас Падает На Темирязево Сейчас Полыхал Дом У нас Ни с того Ни с сего Короче В Сочи Минувшей Ночью Сгорела Иномарка Ночь 25 Нашел Февраля В одном Из Дворов Микровен Макаренко Загорелся Легковой Автомобиль БМВ Свидетельцы Свидетели Происшествия Стали Житель номер 21 Позже Выяснилось Что За подоктами Навесом Угорит Легковой Автомобиль Короче Пострадавших При пожаре Нет Теперь У нас Конечно же Эксперты Которые Выразили Давай Бабах Сейчас Уедет Теперь Эксперты У нас Конечно же Сказали Сказали Блин Припарковалась Не на том месте Это раз Там Еще что-нибудь Ну вот Мораль Баси Такова Ребят Паркуйтесь Как Положен По правам Дорожного движения Не конфликтуйте Вы со своими Чего Если вы Особенно живете В микро районе Макарина Или Донская Не конфликтуйте Вы Со своими Соседями Потому что Соседи Разные бывают Бывают Нормальные Адекватные Например Я классный сосед Меня Как бы Все любят Уважают Все здороваются Все это А бывают Конченные соседи Например Помните Как у меня Был в мелодии леса Бывший Военный С С Кемерово Но реально Конченные От него до сих пор Все люди Вешаются Просто Конченный Человек Сережа Его звали Такой Как бы Бывший военный С Кемерово Понимаете И по большому счету Я скажу Больше Я больше И переехал С мелодии леса Потому что Там реально Было таких Конченных Было много Как вспомню Чем отличается Дом эконом Класса От дома Не эконома Класса Каждое утро Когда я выходил С жилого комната С мелодии леса Я в коридоре Видел Очень много Воняющих Пакетиков Воняющие Пакетики Которые были В коридоре На вопрос С соседем Почему Вот Ваш пакет Вонючий Стоит в коридоре Где мы Замтра С утра Отнесем на мусорку А сейчас У нас в квартире Воняет Поэтому все это В коридоре Понимаете Мусорка была На расстоянии Десяти метров Ну реально Десяти метров Ну это ладно Не все еще Ты берешь Уходишь Есть такие маленькие Мусорки Как вы видите Такие маленькие Мусорки И это Прямо возле подъезда И некоторым Было так тяжело Донести Еще 10 метров Пройти до мусорки И они эти большие Пакеты С пятерочки С мвидео Мусором Брали и прям Запихивали туда Понимаете Или ставили Рядышком И это мне вот Конечно все не нравилось И Ну само собой Я поэтому поменял Жилой комплекс Потому что Ну реально Очень тяжело жить Когда вокруг тебя Очень много Лютейших экономщиков Без образования Без ничего Я вам серьезно говорю В этот момент Только меня напрягало Так мне По локации Мелодия леса Наравилось Все нравилось Все хорошо Все прекрасно Все замечательно Ну не нравился Контингент Который там Ну например Если берем с вами Тот же самый Например Остров мечты Где я сейчас живу Да Я ни разу не видел Там ни один пакетик С мусором Хотя у меня На этаже 10 квартир Ни разу Не видел Там еще ничего такого Да Ну видел Трансистюк Кто-то рядышком Ну сейчас больше Не живет Но Но Зависит Фактом Может быть За то Что там Камера Может потому Что управляющая Компания Может потому Что штраф Может потому Что люди Другие живут Понимаете И отношение Ну как бы Абсолютно другое Всегда Все чистенько Вылизано В лифте Приятно Ты не боишься Прислониться Например Помню Там в Гулливере Поднимались Там блин Хоп Там кнопку нажимать А там харчок На этой клавиатуре Это бред же Бред Вот как бы так Поэтому Здесь Я могу сказать так Много чего зависит Почему многие Предпочитают Лучше взять Дом Немножко По Не знаю Квартиру меньше Но в каком-то Другом доме И так далее Все Хотят выбирать Себе нормальных Соседей А Макаренко Да Ну да Машины сожгли Рядышком Еще две машины И так далее Ну бывает такое Это Я не сторонник Этого радикального Но когда Ребят Когда вы Становитесь Водителем Становитесь Как придурки Конченные Вы можете быть уверены На 100% Что скорее всего Ваша машина Когда-нибудь Будет Гореть Синим пламенем Поэтому Уважайте Друг друга Уважайте Ваших соседей Уважайте Детей Уважайте Пешеходов И будет вам счастье Всем добра Пока